Так как же все идет? Промозглый отдел, промозглый здесь. И если вы, ребята, помните, прошлая неделя была довольно интересной. Мы видели, как Activision была выкуплена Microsoft. Мы видели, как акции Sony резко упали, и у многих игроков в голове возникает миллион вопросов. Итак, пришло время нам погрузиться в то, что освещается в отношении Activision в следующих играх Call of Duty. Итак, как мы уже знаем, Activision Blizzard теперь является частью Microsoft Course. Теперь вот несколько хороших новостей, которые все должны знать. Для тех из вас, кто беспокоится о том, что PlayStation полностью потеряет COD, было подтверждено, что по крайней мере следующие три игры серии COD будут воспроизводиться на PlayStation, так что вы не потеряете ее там. Теперь до того, как на прошлой неделе появились новости о том, что вы знаете о приобретении за 69 миллиардов долларов, Activision уже обязалась сделать следующие несколько игр Call of Duty доступными на консоли Sony. По словам четырех человек, осведомленных о сделке, которые говорили анонимно, потому что, ну, они не были точно уполномочены говорить с прессой. Так что завтра это будет включать продолжение Warfare 2019, а также все другие игры, которые будут сняты, включая следующую игру Treyarch. Так что вам, по крайней мере, есть чего ждать с нетерпением. Эта сделка также будет включать запланированную новую итерацию Call of Duty, Warza, в которую можно будет бесплатно играть и продвигаться вперед. Теперь Фил Спенсер, который, скажем так, недавно был назначен главным исполнительным директором Microsoft Gaming, сказал на прошлой неделе, что он говорил с руководством Sony о франшизе, и подтвердил, что он намерен соблюдать все существующие соглашения о приобретении Activision, Blizzard и его желании сохранить Call of Duty на PlayStation. И хорошо известно, что Sony является важной частью индустрии, и он ценит их дружбу. Но геймерам вроде как начинает немного любопытно, каковы были эти существующие соглашения, потому что традиционно была выпущена Сиоди. На Xbox, ПК и PlayStation прошло более десяти лет, и продажи были потрясающими. Игры Call of Duty получили широкое продвижение в PlayStation Store, и в последние годы были связаны с крупными маркетинговыми сделками. Каждая игра ежегодной франшизы входит в число самых продаваемых на PS4 и PS5. Игры Call of Duty были самыми продаваемыми играми в США за последние три года, по данным ND Group. Теперь, по крайней мере, в течение следующих двух лет, Microsoft намерена выпустить и Call of Duty на PlayStation. Сказали люди, ни Sony, ни Activision не ответили на запрос о комментариях, и Microsoft также отказалась от комментариев. Итак, планы на дальнейшее развитие игр Call of Duty становятся немного туманными, поскольку Microsoft заявила, что ожидает, что сделка по приобретению завершится в течение следующих шести-восемнадцати месяцев. Для тех из вас, кто не умеет читать, это примерно от полугода до полутора лет, после чего компания сможет решить, продолжать ли выпускать будущие игры на PlayStation. Теперь люди, стоящие на вершине пищевой цепочки Activision, также обсуждали возможность размещения игр с треской, а не выпускать их каждый год. Так что, в конце концов, COD могла бы, если бы им действительно захотелось, лишить своего крупнейшего игрового конкурента одной из крупнейших франшиз в мире. Теперь давайте скажем так, это будет не первый раз, когда Microsoft делает это, так как они уже сделали это в 2020 году, после приобретения программного обеспечения Bethesda. Для тех из вас, кто не знает программное обеспечение Bethesda, подумайте о Fallout, подумайте о Skyrim, подумайте только о том, что весь список игр теперь игры, которые уже были анонсированы до их приобретения, такие как Deathloop и Ghostwire Tokyo, были доступны на PlayStation. Но несколько месяцев спустя, когда Microsoft представила новые игры Bethesda под названием Starfield и Redfield, они были эксклюзивными для Xbox и Microsoft Windows PC. Теперь новые игры от других студий, купленных недавно, таких как Obsidian Entertainment, также пропустили PlayStation. Так что напрашивается самый важный вопрос. Есть ли шанс, что некоторые франшизы, принадлежащие Activision, означает COOD, а также, кто знает, может быть, увидеть здесь гитару или кучу других эксклюзивных вещей. В Microsoft. Я хочу услышать ваши мысли по этому поводу. Независимо от того, считаете ли вы, что Microsoft готова принять такое решение? Потому что давайте посмотрим правде в глаза. Это большие деньги. Это целая игровая консоль, которая приносит им кучу денег. Представьте, вместо того, чтобы решить вырезать их, вы используете их, чтобы не казаться ужасным, ужасным деловым человеком. Но если бы я была на их месте, это было бы так. Нет, 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 нет. Мы сохраним COOD на вашей консоли, и вы будете наблюдать, как ваши игроки финансируют наш следующий проект, а мы вас похороним. Это то, что я бы сделала с точки зрения бизнеса. Не исключайте своих конкурентов. Пусть ваши конкуренты заплатят за то, что заставит их подчиниться. С учетом сказанного, я хочу посмотреть, что вы, ребята, скажете в разделе комментариев. Что вы думаете, продвигается ли игровой процесс по мере закрытия сделки? Как мы видим, Microsoft в значительной степени полностью контролирует Activision. Если вам понравилось смотреть это видео, не забудьте поставить лайк. Нажмите на этот раздел комментариев и начните печатать. Не забудьте нажать кнопку подписаться, чтобы в значительной степени быть в курсе всех событий Call of Duty и быть готовым, потому что следующее видео, которое я буду освещать, пока не будет никаких сумасшедших новостей, будет тем фактом, что Activision, о, я не знаю, решила не признавать союз тестировщиков Ревенка. Итак, вы знаете, когда-нибудь у нас появятся тестировщики качества. Но этот день, очевидно, не сегодня. Так что всем присутствующим желаю вам, ребята, чудесного дня и ночи. Что бы вы ни делали, делайте это от всего сердца. Конечно, как всегда, это Данг Дэн. Я бросила это слишком рано. Я заканчиваю. Попросите их нажать эту кнопку подписки. Копайте. Это единственный способ, которым мы можем вычислить цифры. 15. Что означают цифры пик? Мы теряем драгоценное время.